всем привет с вами влад сфс это новый выпуск видео блога сегодня расскажу вам о двухконтурном пульте для пневоподвески погнали и так прошло достаточно много времени с последнего моего обзора скоро сезон весна куча заказов поэтому на блогах остается к сожалению не так много времени как хотелось бы вот когда я показал пульт magic stick многие из вас вопросе решили что это двухконтурный пульт многие захотели его и поэтому я решил что в принципе корпус есть почему бы не сделать двухконтурный пульт раз есть спрос и так получаете вы его в такой коробке стандартная наша коробка открываемые что мы тут видим сам пульт том же комп корпусе что и magic stick блок коммутации клапанов на стандартный все необходимые фишки разъемы наклеечка но инструкция будет естественно это нам сейчас не нужно отложим и так пульт пульта том же корпусе что и magic stick фрезерованный алюминиевый корпус сзади вы можете увидеть логотип от фрезерован клавиатура и 6 кнопок каждая кнопка нажимается и отвечает у нас вот эти первые две кнопки за передний контур вверх-вниз потом задний контур вверх-вниз и полностью оба контура вверх-вниз далее по подключению все стандартно напомню здесь у нас кстати один разъем вместо двух пушта двухконтурная пневма проводов меньше подключили далее красный черный провод плюс минус от зажигания подключаем подключили далее одноконтактный разъем это выход на клапана плюс подключим его тоже подключаем и восьмиконтактная фишка в данном случае у нас четырех контактная она подключаем все три так скажем действия мы подключили наш пульт собственно нажимаем кнопки слышите что клапана работает соответственно передний контур вверх передний контур вниз задний контур вверх-вниз вся машина вверх-вниз естественно если вы чуть-чуть по-другому поставите провода то у вас можно но вы сможете поменять передний и задний контур ну расположение клавиш и вверх-внизом но здесь как кому удобно принципе вот такой вот прикольный пульт родился благодаря вам просто я честно скажу не собирался его выпускать не думал что есть такая необходимость но как показал опрос есть люди которые ездят на двухконтурной пневме и хотят иметь тоже крутой пульт соответственно вот так вот все это будет работать очень удобно в руке сидит думаю для тех кто хочет себе крутой пульт у кого двухконтурная пневма это будет отличный вариант ну что в принципе на этом все ближайшее время наверное не будет много обзоров следующие обзор то наверное еще раз я расскажу о контроллеры вам том почему он работает с датчиками положения и не работает с датчиками давления как бы а наверное здесь больше вопрос концепция не в технологии ну не будем забегать вперед об этом ово всем я вам расскажу в следующем обзоре на этом все спасибо за то что смотрели подписывайтесь на канал заходите в группу заказывайте пульты пока